Напомню, что у американца пока что лучший результат 13,5 секунд, а если быть более точным 13,65. Эстония Старма Мид почти 14 секунд. Это лучше, чем у Эльбруса Нигматулина, но значительно хуже, нежели у американца. Но что покажет Райвис Видзис? Пять камней, вот таких вот камней, словно футбольные мячики подбрасывают они эти камни на помост. Первый, второй, третий, четвертый, а вот и пятый самый тяжелый, 175 килограммов. Тяжело-тяжело, но Райвис Видзис справляется и, судя по всему, он вполне доволен показанным результатом. Результат точно такой же, как у американца Дэйва Осланда, 13,65 секунды. Что ж, это весомая заявка на то, что Райвис Видзис будет победителем в этом упражнении. Но не будем спешить, впереди еще выступление канадца и поляка. Доминик Филу, канадский богатырь, неплохо начинает выполнять это упражнение, но не сможет, нет, не сможет он опередить Райвиса Видзиса. Все делал вроде как правильно, но не хватило скорости. А здесь главное рывок, что и демонстрирует Мариш Пудзановский. Просто, все просто, легко и играючи. Он справляется с этими камушками, скажем так, 13,23 секунды. Прекрасный результат. В третьем упражнении подряд нет равных Маришу Пудзановске. Ну что ты с ним поделаешь? Этот терминатор просто непобедим. В Риге никто не сможет с ним сравниться, судя по всему. Если так и дальше пойдет, то уже заочно можно отдавать победу этому поляку. Но не будем торопиться. Впереди еще три упражнения. Напомню, что всего организаторы предлагают шесть упражнений. Это стандартный регламент. И вот очень популярное упражнение. Это поднятие заднего моста автомобиля. Автомобиль нелегкий. Более чем полторы тонны. А если быть более точным, то 1600 килограммов. И надо поднять его как можно больше. Количество раз. Первым совершает подход Доминик Филу. Канадец. 11 жимов. Таков результат канадского атлета. И вслед за ним впрягается в этот автомобиль Антанос Абрутос. Впервые мы видим в наших экранах этого литовского атлета. Нашего соседа, который не прочь заявить себе именно в этом упражнении. В котором очень важную роль играет спина. Конечно же руки, но прежде всего спина. Именно во многом от нее зависит, насколько успешным будет выполнение упражнения. Третий участник Тарма Митэстонец. Навряд ли он сможет обыграть литовского атлета. Литовец показал результат 15 раз. 15 раз он смог поднять этот автомобиль. Эстонец 11 раз. Да, чуть хуже. И не удается ему включиться в борьбу за призовые места. Посмотрим, что предложит нам следующий участник. Это Эльбрус Нигматуллин. Представитель России. Тяжеловато, тяжеловато дается ему это упражнение. Во всяком случае, не так резво и не так легко со стороны все это выглядит. Эльбрус Нигматуллин не сдается. Каков характер, какова сила воли. Не отступать и не сдаваться, что и показывает Эльбрус Нигматуллин. И студия фиксирует результат 11 раз. Но Райвис Видзес следующим будет выходить на помост. И все в его руках. Сможет ли Райвис Видзес все-таки включиться в борьбу за первое место и составить конкуренцию Мариушу Пудзановске. Райвис Видзес. Его поддерживают многочисленные болельщики, которые здесь собрались в Риге, чтобы насладиться этим шоу силачей и поболеть за своих парней. Напомню, что от Латвии здесь поступает 3 человека. Но мы пока что видим Райвиса Видзеса, лидера нашей команды. Видзес прекрасно поймал темп. Ритм этого упражнения, по признанию Видзеса, это главный фактор успеха при выполнении этого упражнения. Поймать ритм и сбиться с него. И результат Видзеса очень и очень неплохой. 18 раз ему удается поднять задний мост автомобиля. Это, напомню, вес 1600 килограммов. Что ж, Райвис очень доволен своим выступлением. Он прекрасно понимает, что является одним из главных претендентов на победу. И только поляк Мариуш Пудзановский может помешать ему победить здесь дома. А вот и сам Мариуш. Мариуш во всей красе. Мариуш Пудзановский очень спокоен, очень уравновешен. Словно и нет у него никакого сомнения в том, кто здесь самый сильный и кто победит. Человек без нервов, но с огромной силищей. Он и здесь на виду. Он и здесь доказывает всем, что именно он самый сильный человек на планете. Человек, который сейчас выступает в Риге. Мариуш Пудзановский и здесь превосходит всех своих конкурентов 20 раз. 20 раз он смог поднять задний мост автомобиля. Что ж, Мариуш Пудзановский снова на высоте. И в четвертом упражнении подряд ему нет ранок. Мы видим выступление всех участников этого гран-при Латвии в четвертом упражнении. Все идет к тому, что судьба первого места решится в последних двух упражнениях в очном споре двух лидеров Райвиса Видиса и Мариуша Пудзановскиса. Пятое упражнение. Пятое упражнение можно назвать или перекати поле, или что-то в этом роде еще. Еще два огромных колеса надо перекатить как можно быстрее, добравшись до финиша. Соревнования парные. По два участника одновременно принимают в нем участие. И сейчас мы видим соперничество Ралфа Бира. Это австриец и немца Франца Бейла. На этот раз первым к финишу пришел Ралф Бир, австрийский богатырь. Колесико нехиленькое, 370 килограммов. И попробую его не просто перевернуть, а вообще даже приподнять. Согласитесь, нормальному человеку об этом приходится только мечтать. Но для этих парней это задание вполне выполнимое. Терри Холландс и Гунтер Кусинч впервые показали нам второго латвийского атлета. К сожалению, Гунтер Кусинч не может вмешаться в борьбу. Его результат в 64,58 секунды далеко не идеален. И как мы видим, он сам не очень-то доволен своим выступлением. Третья пара канадец Доминик Филу и литовец Антанас Абрутус. Сможет ли литовец бросить вызов этому гиганту из Канады? Да, судя по всему, литовскому атлету это удается. 31 секунда и 47 сотых. Таков результат Антанаса Абрутуса. А вот еще один дуэт. Эльбрус Нигматуллин. Он на ваших экранах на дальнем плане в красной майке. И Тармамид на ближнем плане в голубой майке. Эстонский атлет. Тармамид с первых метров в этом упражнении уходит в отрыв. И, судя по всему, ничто не помешает первому добраться до финиша. Вот так играючи перекатывая эти колеса. Субтитры создавал DimaTorzok